Вы знаете, я, наверное, либо какой-то в связи с возрастом стал меньше интересоваться окружающим меня миром, либо я очень хорошо знаю свою страну. Во всяком случае, последние как минимум два года точно я все, что узнаю из телевизора, например, из федеральных каналов и так далее, я это для себя сразу выключаю. Я прекрасно понимаю, что на меня накидывают лассо или поводок или что-то еще. И я от этого избавляюсь. Вот поэтому вся история с Трампом и вообще с Соединенными Штатами, которые стали чуть ли не главными действующими лицами в нашей такой телевизионной жизни, но отнюдь не имеющей никакого отношения к жизни нашей реальной, меня не очень волнует. Поэтому я, как вам сказать, вот то, что я знаю об Америке, а все-таки я там немножко работал и жил, я знаю, что если бы мы сейчас пошли с вами по улицам, неважно, так сказать, Нью-Йорка, Вашингтона или Сиэтла или там Сан-Франциско, из десяти человек, которых бы мы с вами встретили и спросили, скажите, пожалуйста, а кого вы выбрали президентом следующим? На нас бы посмотрели как на идиотов. Они уже забыли, как фамилия их президента. Им важнее, как фамилия их шерифа. Ну, в лучшем случае, губернатора. А мы, так сказать, все-таки продолжаем играть вот эту трампоманию какую-то бесконечную. И вот этот сериал такой, не бразильский теперь, так сказать, американский. Ну, ей же богу, мы свои вот эти ощущения от власти, когда есть царь, он же бог, он же генеральный секретарь, он же президент, ну, вот что-то такое наверху. Вот он все решает, от него все зависит. Мы это переносим автоматически, вот это ощущение и реалии, которые есть в России, на то, как живут другие государства. По-другому живут. Поэтому Трамп до выборов, с своим безумством, так сказать, и даже иногда пошлостью, откровенной мерзостью, это один Трамп. Трамп, который сядет в овальный кабинет, это будет другой Трамп, вокруг которого будут невидимые нами, но вот уж истинные скрепы в виде Конгресса, в виде его так называемых друзей из республиканской партии, в кавычках, да, от которой как бы он стал президентом, в виде Верховного суда. И еще огромного количества вот этих самых зубчатых передач, внутри которых он будет находиться. Вот давайте мы подождем ста дней. Ста дней после инаугурации. И тогда с вами я буду говорить на эту тему осознанно и осмысленно. А так получается бабушка у подъезда. Субтитры подогнал «Симон»